Добрый день! Расскажите нам вообще, в каком состоянии, в каких ожиданиях Сильмонская Академия вступает новый учебный год? Добрый день! Сегодня, конечно, замечательный у нас праздник, не только потому, что 1 сентября, хотя и потому, но мы очень успешно провели набор первокурсников. 82% детей из сельской местности, ну, гравны в гости, для нас это приятно, что ребята из сельской местности выбрали сельскохозяйственный босс. Своевременно закрыты все бюджетные места, пришло очень много медалистов, очень много пришло ребят, которые с отличием закончили техникум, фолиджи, училище. И это радо, что очень качественный состав ребят пришел. Хотя демографическая яма продолжает быть, и мы опасались, что ребята не пойдут к нам учиться. В 2,5 раза больше подано было заявлений на бюджет и вне бюджет по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас 700 бюджетных мест, если в том году было 450, то считайте, что почти в 2 раза. Мы отстояли эту цифру и очень рады, что по основным специальностям, это агрономия, зетехния, ветеринария, инженерные специальности, у нас достаточное количество бюджетных мест и очень высокий балл по результатам ЕГЭ. Это радует. Очень много целевиков пришло с района. 20 районов направили своих целевиков. Это тоже впервые и очень радует. А если ребята идут по целевому направлению, то они, естественно, пойдут работать туда, откуда их направили. И это тоже очень важно. То есть, если я вас правильно понял, сейчас тенденция во многих вузах такая, что сокращают бюджетные места. А у вас получилось, что вы увеличили? Да, в большинстве вузов бюджетные места сокращены. А у нас, к счастью, нам удалось доказать профильность, приоритетность, что бюджетных мест у нас больше. Это не было связано с этими мероприятиями, которые называются защита продовольственной безопасности страны. В последнее время, когда президент ограничил вуз импортных продовольственных товаров, это было задолго уже спланировано. И мы выиграли тендер год назад. То есть, год назад уже было понятно, что доктрина развития Академии, доктрина продовольственной безопасности идут в унисон с временем, с жизнью. И это важно. Какие-то новинки инновационные в образовании, трактора у вас там остаются? Да, мы в этом году, благодаря Департаменту внешнеэкономических связей правительства Нижегородской области, благодаря поддержке губернатора, мы выступили с инициативой на Совете делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области. И наша инициатива была поддержана о создании Центра по науке и технике Республики Беларусь. И сегодня мы активно создаем этот центр, насыщаем его техникой, где будут обучаться наши будущие специалисты. Это не только инженерный факультет, но и различные специальности. Будет привлечена наука белорусская сюда. И очень важно, что мы будем участвовать в совместных научных проектах, технических, технологических. Это повысит и качество образования, и уровень международных отношений. У нас в этом году открыт Центр международных связей. Это тоже важно. Пришли иностранные студенты, как на подготовительное отделение, так и непосредственно на основные специальности в нашем УЗ. А сколько иностранцев? Сегодня у нас порядка 50 иностранцев уже обучаются в нашей Академии. Это какие страны? Это и Алжир, и Кот-де-Вуар, Иордания, Сирия, Арабские Эмираты. В общем, такие вот. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.